Так, я запускаю показ слайдов, и мы едем. Так, говорю, показ слайдов, вот, отлично. Ну что, поехали тогда. Значит, мы остановились на функции хауксинов, и, собственно, рассмотрев функции на клеточном уровне, поговорив о росте растяжения, о кислом росте, так, какое-то сообщение из чата, смотрю. О, не приходит ссылка, и приходится просить коллег. Это, Саша, это к тебе сообщение. Пожалуйста, включите меня в состав группы. Хорошо. Так, сделаем. Значит, дальше мы поговорим о функциях на уже макро уровне. Во-первых, ауксин можно рассматривать как сигнал благополучия от верхушки побега. Все-таки одно из основных мест синтеза – это точка роста, как анимеристема и очень молодые листья. И оттуда ауксин вниз путешествует в сторону корневой системы. Поэтому, если крона обширная, крона хорошо живет, хорошо себя чувствует, продуцирует достаточно много ауксина, он спускается вниз, является сигналом о том, что хорошо живет побег, и что можно, в общем-то, ветвиться, можно и нужно расширять корневую систему и добывать побольше воды. Таким образом, это, ну, вот таким является сигналом. И сигналом как раз для ветвления главного корня. Я обращу ваше внимание на то, что именно не рост боковых корней он стимулирует, а он стимулирует закладку боковых корней, то есть влияет на это самое деление клеток перицикла, который дает начало боковым корням. Далее, корни, ветвясь, каждый из них, имея, соответственно, каменомеристемы свою корневую, они продуцируют цитокинины и другие гормоны, которые, в свою очередь, отправляются вверх, являются сигналом о том, как живет корневая система и стимулирует образование боковых побегов, соответственно, развитие кроны. Вот такая получается система взаимная, взаимозависимая. Ауксин, как я уже сказала, контролирует архитектуру кроны. Если есть главная, так сказать, ось, если верхушка хорошо себя чувствует, то она продуцирует много ауксина, и нижележащие почки обычно находятся при этом в состоянии покоя, потому что ауксин ингибирует их пробуждение, их развитие. Этот синдром, это явление называется время аппекального доминида. Вот у нас верхушка, которая синтезирует ауксин и запрещает развитие боковых побегов. Если мы ее отрежем, декапитируем растение, сделаем такую прищипку, то начнется ветвление. Вот известный эффект. То же самое, если срублено дерево, спилено на каком-то уровне, то ниже спила начинается пробуждение вот этих вот почек, и мы это можем хорошо видеть, наблюдать. Таким образом, ауксин вместе с цитокенином контролирует архитектуру растения. Но кроме этого ауксина есть важные другие функции. Одна из них связана с образованием плодов. Вообще, в формировании и росте плодов, особенно сочных плодов, конечно же, играют важную роль и ауксины, и цитокенины, особенно на этапах роста, когда плоды увеличиваются в размерах. Кроме этого, ауксины, цитокенины, а также гипереллины, вот, все эти три гормона обладают так называемым отрагирующим эффектом. Что это значит? Это эффект привлечения питательных веществ, углеводов на самом деле, да, то есть продуктов фотосинтеза, туда, к этим самым плодам. Это входит в рамки донорно-акцепторных отношений в растении. В растении есть довольно сложные взаимоотношения между разными его частями. Есть части, так называемые, доноры фотоассимиллятов, которые поставляют их другим органам. Есть органы, которые являются акцепторами. При этом это может меняться, естественно, в разные фазы жизненного цикла, в зависимости от состояния органа, опять же, да, может стать акцептором. И плоды, конечно, очень мощные акцепторы фотоассимиллятов, наиболее хорошо это изучено на примере циткининов, и мы об этом еще поговорим сегодня, должны поговорить обязательно. Для ауксинов и гиперелинов механизмы ясны меньше, но все они так или иначе связаны с транспортерами фотоассимиллятов. Ну, и у ауксина есть, помимо, да, вот этот вот запрос, собственно говоря, на фотоассимилляты от плодов, от таких еще незрелых, да, и поступление фотоассимиллятов. Но кроме этого, ауксин влияет на образование без семянных плодов. Если мы возьмем, получим трансгенное растение, у которого синтез ауксина повышен, то с великой долей вероятности оно будет иметь плоды без семян. Почему же так? Дело в том, что каждая семечка, когда оно еще не находится в состоянии покоя, когда оно еще, вот, проходит свои фазы развития, оно является источником ауксина. Почему? Потому что в каждом семени, естественно, есть зародыши аппекальные, мельстемпопека, есть очень молодые листья, ну, либо только семидольные, либо в зависимости уже от того, что это у вас растение, да, может быть, следующие листья. И они являются источниками, конечно же, ауксина. Таким образом, ауксин поступает в ткани плода, оттуда поступает к близлежащим узлам, да, вот, и является таким своего рода сигналом. Что же можно сказать о бессемянности? Дело в том, что при помощи концентрации ауксина контролируется определенное количество семян на плод. И если семян слишком много, то части из них могут просто абортироваться, вот, и получится плод с низким, с меньшим количеством семян. Если же произошла искусственная какая-то обработка, или это, опять же, трансгендное растение, у которого уровень ауксинов повышен, то тогда плоды могут быть бессемянными. Что касается сельскохозяйственной практики, я сразу скажу, что это не применяется, потому что, опять же, если мы будем использовать индолилтриоксусную кислоту, то концентрации значимых, мы там, скорее всего, не достигнем. В силу того, что иук хорошо транспортируется, деградирует и переходит в неактивное состояние конюкатов. В сельскохозяйственной практике, если нужно сделать высокую концентрацию, ауксинов чаще всего использует 2,4D. Но 2,4D соединение достаточно не само по себе, оно токсичное, а его производные, продукты его окисления очень токсичные, собственно говоря, это диоксины, поэтому 2,4D, конечно, в целой безопасности, в случае каких-то пищевых растений не используют. Ну вот, ну что, здесь пока скорее такой вот пример только с трансгенами. Теперь давайте перейдем к следующему эффекту. Эффекты различных терапизмов, то есть роста в сторону какого-то сигнала или в сторону противоположного какого-то сигнала, они, ну по большей части, да, почти все они регулируют с ауксином, ну разве что кроме гидротропизма, то есть рост в сторону воды корней. Гравитропизм есть как у корней, так и у надземных органов. Конечно же, у корней гравитропизм положительный, у надземных органов гравитропизм отрицательный. И здесь не надо его смешивать и путать с фототерапизмом, потому что фототерапизм — это именно рост в сторону источника света. И источник может быть боковым, то это растение будет изгибаться и совершенно не сохранять вертикальность, да. А отрицательный гравитропизм позволяет растению все-таки как-то придерживаться, если это главная ось, то придерживаться вертикального положения, как здесь на этой фотографии, да, вот показано. Если это боковые ветки, то там более сложная картина возникает, потому что для формирования кроны нужно как гравитропическая, так и антигравитропическая составляющая. Вообще говоря, я не включила этот материал в лекции, но мне кажется, было бы интересно может быть много рассказать об этом. Значит, представьте себе, ну, какой-нибудь пирамидальный тополь, например, да, или древесное растение, которого боковые ветви прижаты практически, да, к стволу. Что здесь получается? Вот в этом случае явно, так это сказать, нарушена антигравитропическая составляющая. То есть здесь боковые ветви, так же как и главная ось, демонстрируют отрицательный гравитропизм. То есть растут в сторону против, просто противоположную, да, векторов силы тяжести. Но для успешного формирования кроны обычно, да, древесные растения должны какое-то время порасти, как будто бы они потеряли вот эту чувствительность, гравитчувствительность. То есть расти никуда не вверх, да, а расти вбок. То есть совершив такой некоторый отлёт, да, в сторону от ствола. И только потом они приобретают, точнее, не приобретают, а у них начинает превалировать составляющая именно гравитропизма. И они растут уже, как самые нормальные честные побеги, растут вверх, да, в соответствии со своим отрицательным гравитропизмом. Если мы посмотрим на корневые системы, то там обычно возникает похожая ситуация для формирования хорошей, так сказать, обширной, да, корневой системы, не сжатой в какую-то одну точку, в одну линию, да, нужна, конечно, антигравитропическая составляющая. Когда боковой колешок отходит от главного, сначала он растёт вбок, а не вниз, да, и у него, как бы, он забывает, что такое гравитропизм на время, потому что включается вот эта антигравитропическая составляющая. И только через некоторое время он у него, как бы, пересиливает, да, составляющая уже гравитропическая, и он растёт вниз. Это всё очень интересные вещи. На самом деле нету однозначного мнения относительно того, важна именно фаза, сейчас вопрос, фаза развития, да, то есть время от момента появления корешка или угол, например, да, отхаживая. Так, я не могу никак попасть на этот сейчас чат. Сейчас, минуточку. Так, вот. Теперь я смогу прочесть вопрос. Чем же отличаются пирамидальные ширококронные туи, пирамидальные и ширококронные туи, кипарисы? Они отличаются как раз тем, что все вот эти пирамидальные формы, они имеют очень слабую антигравитропическую составляющую. Да, все формы, у которых ветви вот прижаты к стволу, растут практически сразу вертикально вверх у них, слабая антигравитропическая составляющая. Самое, конечно, интересное и забавное, это то, что и гравитропизм, и антигравитропизм регулируются ауксином, но регулируются различными транскрипционными факторами, то есть разными АРФами. Помните, я говорила о том, что номеров их очень много, и они участвуют в разных процессах. Вот. То есть вот такая история. Кстати говоря, антигравитропическую составляющую удавалось выявить при помощи клиностата. при помощи системы, когда как бы постоянно от направленного, викторизованного направления силы тяжести, его нет, потому что все время разные поступают сигналы. При этом остается только антигравитропическая составляющая, она остается неизменной, ее можно увидеть. Да, экспрессии различных АРФ, совершенно верно. Вот. Хорошо. Давайте, когда поедем дальше, я немного подробнее расскажу о классическом гравитропезме корня. Так, для этого нужно вот так вот перейти. Итак, для того, чтобы понять, как устроен гравитропезм, нужно знать, как устроены потоки ауксина. А это поняли при помощи пинов, связанных с GFP, различных пинов, связанных с GFP. За ними наблюдали в корне и сумели нарисовать, таким образом, путь ауксина. Значит, сначала ауксин движется вниз, доходит до колумелы, то есть центральной зоны чехлика, и там у него случается разворот. Разворачивается он в разные стороны. Тут нам картинка как бы дает на самом деле продольный просто срез, то есть понятно, плоскостная картина, что вот у нас есть два потока, влево-вправо. На самом деле, потоков, естественно, больше, то есть корень у нас цилиндрический, условно говоря, и потоков много. Назвали такую модель, функция, работа этих потоков, моделью фонтана или моделью зонтика. Действительно, на фонтан похоже. Значит, могу сказать, что разные пины отвечают за транспорт вниз, транспорт вверх и разворот. Что же получается дальше? Это пока у нас корень растет вертикально вниз, все нормально. Вот, предположим, он какое-то препятствие наткнулся, и теперь ему приходится расти вбок. Естественно, или как-то вот он лег, да, так. Естественно, теперь у него возникает ситуация гравиостимуляции. Значит, что здесь ключевую роль играют клетки колумелы-чехлика, то есть центральные зоны корневого чехлика. Вот мы их рассмотрим поподробнее. Что же там есть? А там есть статолиты, которыми являются амилопласты, пластины, вот, специализированные с крахмальными зернами. Эти амилопласты собираются на нижней стороне, да, под действием силы тяжести. Начинают давить вот на мембрану здесь, вызывая механический такой стимул, сигнал механический. Ну, я могу сказать, что есть предположение, что там не просто так давление, да, с растяжением мембраны, это, что там есть, на самом деле, передача сигнала, потому что оказываются белки на наружной мембране амилопластов, так называемый тик-ток белки, которые ответственны за транспорт крупных молекул, пластиды, а они оказываются важны для вот этой грави-стимуляции, предположительно, они связываются с некой мишенью на плазматической мембране или ЭПР и вызывают передачу сигнала, то есть, когда вот это произошло, как бы щелкнуло, связь случилась, да, они коснулись, то возникает вот этот сигнал. К чему же приводит этот сигнал? То есть, доподлинно мы пока толком не очень понимаем все-таки, как происходит там передача сигнала, но мы знаем, что происходит дальше, а дальше происходит перераспределение пинов, вот именно в этих клетках, вот они здесь, да, и они начинают гнать, эти пины оказываются на нижней стороне и начинают гнать ауксин, конечно, в нижний поток, то есть тот, который оказался снизу. Вот это синее, это, ну, отражение концентрации ауксина с синей точки, ну вот, ауксина в нижнем потоке становится больше, а в верхнем потоке существенно меньше. К чему приводит эта ситуация? А ситуация приводит к следующему, что концентрация ауксина в нижнем потоке такова, что рост растяжения уже инкипируется из-за того, что начинает синтезироваться этилен. Если помните, я говорила о том, что есть какая-то вот концентрация, да, критическая, вышла при превышении которой, собственно говоря, начинается синтез этилена. Вот здесь эта концентрация превышена. А на верхней стороне как раз наоборот, концентрация это оказывается низкая достаточно для того, чтобы как раз простимулировать рост. То есть ауксин здесь напрямую работает, выполняет свою обычную функцию, влияя именно положительно на рост растяжением этих клеток. И получается изгиб. Изгиб вниз. Если мы положим также побег, то будет другая ситуация. То есть концентрации будут сравнимы, которые образуются, но там правда не будет верхнего толком именно потока. И там будет не фонтанчик, а все-таки транспорт из верхушки просто вниз. Но также будет распределяться ауксин на нижнюю сторону. И эта концентрация, которая в корне вызывает уже ингибирование в побеге, будет вызывать стимуляцию роста. То есть она будет недостаточно для того, чтобы начался синтез этилен. То есть вот это нам говорит о разной чувствительности корня и побега ауксину. Теперь поподробнее немножечко, какие пины, какие еще пизночки участвуют. Вот они просто нанесены на схему. вот собственно аукс 1 и пин 2 вот это черные стрелки. Это апикально-базальный транспорт из побега резореверсивный. Они же отмечают коричневый. А в перераспределении участвуют пин 3, пин 4. И на самом деле еще иногда пин 7. мы видим, что здесь пин 3 такой самый-самый важный оказывается. вот это перераспределение как раз он осуществляет. Так, хорошо. Едем дальше, да? Если вопросов пока нет, то переключаемся. Там был один вопрос. Так, сейчас, я тогда наведу. У меня побеги амилопласты, потому что понятно, что амилопласты, которые давят в начале корневого чехлика, да? В эндодерме. Считается, что в эндодерме. Вот. Надо же. Но как-то их там не отмечают. Как-то их там не особо отмечают, но тем не менее считается, что через эндодерму. Есть, ну, говорят, что еще? Говорят, что не критичны именно амилопласты, ну, то есть обсуждается, что это вообще некий механический стимул от давления, органел. Но вот то, что я рассказала про амилопласты и тик-ток белки, это известно только для корня. Вот. Поэтому, ну, вот, по крайней мере, сигнал этот идет через эндодерму. А вот я попала, да, на чат. Так, хорошо. Давайте дальше. Дальше у нас фототерапизм. Фототерапизм и избегание тени. Значит, ну, в реакции избегания тени тоже играет роль перераспределение ауксина. Значит, ауксин как перераспределяется, если растение растет в совершенно невыгодных ему световых условиях? А что значит невыгодные? Это значит, что мало красных квантов, очень много дальних красных квантов, которые для автосинтеза непригодны. И, соответственно, из этих условий нужно куда-нибудь бежать. Это может быть из-за того, что кто-то сверху вырос и затеняет, не просто затеняет, а поглощает все хорошие подходящие съедобные кванты и тем, кто находится под ним, просто ничего не достается. Решением проблемы может быть вырасти, да, вырасти так, чтобы стать выше этого самого товарища и ловить нормальные красные кванты. Поэтому нужно по возможности ускорить рост. Если тут видно, что при нормальном освещении ауксин в основном транспортировался, так сказать, отправлялся в дальний транспорт, куда-то вниз, да, собственно, в сторону корней и особо не задерживался здесь вот в побеге, то при низком соотношении красного к дальнему красному, да, понятно, там получается наоборот перераспределение куда-то вот во внешние слои, кору, эпидерму и, собственно, начало растяжения. то есть ауксин задерживается, его концентрация становится больше именно вот в этой области, да, в междоузле и, собственно, происходит рост. То есть он не уходит из стебля со свистом туда в корень транспортом. Что происходит при фототерапизме? При фототерапизме, как помним в опыте Дарвина, происходило тоже перераспределение ауксин. За счет чего? За счет перераспределения пинов в темновом контроле на всех стенках клеток они примерно одинаково распределены как-то равномерно по всем стенкам, но при свете с одной стороны неравномерного освещения перераспределение происходит на теневую сторону. Они оттекают туда, собираются туда и там вызывает конечно более интенсивный рост растяжения. Вот такая вот картинка получается. Теперь давайте от тропизмов перейдем к эмброгенезу. Дело в том, что вы наверное уже по прошлой лекции помните, что уксин является очень важным морфогеном, то есть веществом, которое размечает при развитии недифференцированной клетки, какие-то группы недифференцированной клетки. И собственно говоря эти клетки становятся дифференцированными, приобретают какую-то судьбу свою. В эмброгенезе происходит то же самое. Я звездочками отметила этапы, где уксин оказывается важнее всего, какую-то критическую роль играет. Вообще он везде работает, но это наверное самые такие этапы. Что получается? Транспорт уксинополярный, причем транспорт уксином можно обнаружить прям практически сразу, как первое деление произошло асимметрично, вот эта зигота, которая поделилась на опекальную клетку и базальную клетку. Вот эта базальная клетка потом превратится в подвесок или суспензор, будет претерпевать такие вот собственно говоря антиклинальные деления, делая такую серию клеточек длинный в общем орган подвесок. одно слово и верхняя опекальная клетка она будет превращаться в зародыш. Но за исключением того, что клетка суспензора, одна из клеток суспензора будет играть роль в формировании корневой меристемы. Вот. Точнее, даже не меристемы, да, чехлика. Инициально чехлика. Вот так вот. Правильно. Ну вот. Значит, на первом же самом этапе, когда произошло это асимметричное деление, здесь можно обнаружить пин 7. Транспортер, выносящий, один из вносящих транспортеров, который гонит ауксин из опекальной части в базальную. Вот. Дальше, ну, тут мы видим, происходит деление, деление, деление этого уже будущего зародыша. И важная стадия восьми клеток, смотрите, октант. Что здесь? Вот мы уже видим, что раскрашен зародыш, так сказать, в два цвета. Какая-то вот есть у него верхняя часть, да, верхний домен, да, опекальный домен тоже, и нижняя, да, часть. Очевидно, что судьба этих частей будет различна, и исходно ауксина становится больше в нижней части, ну, как раз вот тут все-таки концентрация его выше. И эта нижняя часть дальше должна будет дифференцироваться уже с образованием будущей корневой меристемы и проводящих, конечно, тканей тоже. На третьей стадии мы как раз видим специализацию гипофизы, да, вот, этой области, которая потом нам даст инициалий чехлика. Вот, и в гипофизе концентрация, опять же, будет максимально. Кроме того, мы видим очень важный момент, вот эти, видите, такие деления, да, которые нам прочерчивают будущее и будущую эпидерму, да, вот, наружный слой, но он еще там дерматоген называется, понятно, это еще только инициалия, вот, не настоящая эпидерма, и здесь будет происходить по этому поверхностному слою тоже полярный транспорт ауксина. Дальше, специализация проводящих тканей, тут тоже играет роль ауксин, вот, в специализации эндодермы, да, и, точнее, эндодермы здесь еще нет, еще пока проводящие ткани и паранхимкары, да, будущее, вот, и, наконец, уже, значит, это позже, позже, что здесь мы видим, здесь мы видим переходные такой зоне, уже начинают формироваться смедоли, обратите внимание, пекальмаристем все еще нет, корневая уже давно есть, вот она синенькая, вот, темно-синяя появилась со статей поздней глобулы уже, да, а наметки, так сказать, ауксиновые были еще раньше, а пекальмаристем еще нет, как нет, но зато есть уже, так сказать, наметки, намек на будущее смедоли, и вот здесь как раз они растягиваются под действием тоже ауксинового транспорта, тут возникает локальный максимум, когда же появится побеговая меристема, она появится еще позже, уже после стадии вот этой вот стадии сердца, heart, да, после стадии сердца будет вытягивание вот этих смедолик, это будет стадия торпеда, и уже после этого начинается поздний эмпирогенез, после, вот, после стадии торпеды, только тогда дифференцируется здесь вот эта вот меристема побеговая, и в ее дифференцировке тоже будет играть роль ауксина, то есть он тоже на этом этапе тоже уже маркирует ее, если не на этом, а на этапе в позднем эмпирогенезе после стадии торпеды, вот, итак, значит, ну я думаю, что эта картинка хорошо проиллюстрировала, что ауксин является очень-очень важным, наверное, одним из сейчас известных, наверное, самым важным морфогеном в растительном организме, не побоюсь этого слова, так, но если мы готовы переходить дальше, я бы перечислила основные эффекты, да, подобьем некоторый итог и перейдем к цитокинину, итак, основными эффектами ауксины являются растяжение клеток, да, кислый рост, который мы с вами разбирали, реакции различных трапизмов, ну, конечно, самые-таки известные, это фотоигравитерапизм, рост главного побега, подавление, значит, развитие боковых побегов, инициация боковых и предаточных корней, опять же, помните, если я рассказывала о сельскохозяйственном препарате корневин, который используется как раз для стимуляции корней образования, в том числе там на черенках, вот, регуляция образования плодов, закладка ксилемы, и, конечно же, да, вот это вот его важная роль морфогена и в эмбриогенезе, и в постэмбриональном периоде, в эмбриогенезе он в целом размечает тело на домены, да, на крупные области, закладывает меристемы, в постэмбриональном периоде уже определяет положение листовых примордиев, да, их проводящих пучков, в флоральном морфогенезе, когда цветок образуется, тоже положение органов, именно их, их вот взаимное, положение, тоже частично, частично, частично предоставляется ауксин. Ауксин в высоких концентрациях, как я уже рассказывала, герпицит, причем герпицит избирательный, больше действующий на двудольный, на двудольный, поэтому вот можно, например, если у вас есть газончик, да, такой метод применять, что вы обрабатываете тем же 24D, например, газон из однодольных, вот у вас двудольные сорняки гибнут. Ну, вот, ну, также, в принципе, насколько я понимаю, практикуют нанесение пасты, содержащей 24D, для борьбы с какими-то особенно злостными, вот, двудольными сорняками. А неизвестно, какие препараты промышленные содержат в него? Да, известно, я это специально для садовников выясняла, я могу сказать, что с ауксином их довольно скудное количество, это корневин, и там, ну, редко вы там в корневине встретите юг, хотя я находила, обычно это либо нух, либо индолил масляной кислоты, и это стимулятор корнеобразования, и номер два, это 24D, ну, вот, чем он хорош по сравнению с тем же глифосатом, который содержится в препарате Roundup известном, да, у него устойчивости к нему не возникает у сорняков, ну, понятно, потому что глифосат, там, ингибитор просто одного из важных ферментов минерального питания, да, селективный ингибитор, а многие просто приобретают устойчивость из-за, на самом деле, очень небольших замен аминокислот, которые позволяют как бы, не ингибироваться им. А 24D, извините, это уже как бы ауксин, который связывается с рецептором, но он не транспортируется по растению, он накапливается в диких концентрациях в тех клетках, куда он попадет, и поэтому, конечно, ну, не может, да, к нему возникнуть такой устойчивости, то есть, так сказать, это трудно. вопросы я вижу. На однодольные, на самом деле, вопрос, как это сказать, это не очень прояснено, но есть предположение, что у них просто очень, что у них эффективно работает система неспецифической деградации. Вот, дело в том, что есть деградация, да, при помощи ауксинов, окислительной деградации при помощи ферментов, о которых я рассказывала, да, да, если помните, вот, диоксигеназ. А есть еще набор ферментов, такие как польфенолоксидаза, например, да, пероксидаза, апопластный третьего класса, которые, в принципе, ну, у них широкий, да, спектр субстратов, вот, они, в принципе, такие молекулы могут инактивировать, и вот тема с этим связана. Так что, как-то так. Ну что, поедем дальше, давайте. Цитокинины у нас. А еще вопрос, хорофо, смотрю, еще вопрос, ага, пожалуйста. так, цитокинины, вторые, да, очень важные, заслуженные, известные растительные гормоны. Так, опс, немножечко, компаньоны, ауксинов, можно даже так их назвать, и тоже довольно давно заподозрили, что вообще-таки такие вещества есть. в 1913 году Готлеб Хабберланд открыл способность флаймного эксудата стимулировать деление клеток клубни картофеля при поранении. Вот первое, да, как раз намек на то, что есть какое-то вещество, стимулирующее деление, да, почему они цитокинины. Ну, конечно, вещество выделено не было, а вещество обнаружили гораздо позже. Это легендарная достаточно лаборатория Скуга, Фолькес Куг, вот он на фотографии в Америке, 50-е годы, как раз после, вот видите, после уже 53-го года. Почему это важно, сейчас объясню. 53-й год, да, для биологов знаковая, такая, знаменательная. Фолькес Куг, ну, собственно, структура ТНК, да, вот, Фолькес Куг имел большое количество сотрудников, и их лаборатория была нацелена на получение культур растительных клеток в условиях инвитера. Это было тогда совершенно инновационным направлением, да, совершенно неизведанным еще, и для них важно было получить устойчивый результат, чтобы клетки нормально делились, да, чтобы образовывался калус, из которого можно было потом получить какой-то органогенез, чтобы можно было там получить почки, да, например, на его поверхности, чтобы можно было целое растение из него, да, сделать обратно, регенерировать. Это было важно. Ну, ауксины были в их распоряжении, но ауксины, они, конечно, да, они, конечно, действовали, но действовали не так, как бы, эффективно, как им хотелось. То есть, видно было, что чего-то не хватает, что все-таки для успешного и счастливого проживания этих калусов чуть-чуть не достает. Добавляли множество компонентов. В те времена биотехнология такой была химии, там, лилии, кокосовое молоко и банановую, там, эту банановую кашу и чего только не добавляли. Вот. В наше время отголоски этого остались только с самыми капризными объектами, например, с архидными, когда, например, в их среду официально, да, входит брюква. Ну, в те времена это было повсеместно. Ну, конечно, хотелось перейти от алхимии к более, так сказать, точной химии. Вот. И пытались понять, вот чего им не хватает, да, что может простимулировать их деление. И была идея, что, может, им ДНК не хватает. Ну, такая вот, да, на этой волне возникла. Ну, давайте найдем, что называется источник ДНК. Пробовали дрожжевой экстракт, пробовали молоки сельди. Вот, поручено, это было молодому сотруднику Карлсу Миллеру, который писал уже в своих воспоминаниях о том, что сельди, конечно, ужасно воняло, на ее было огромное количество в их лаборатории закуплено. Вот. И в какой-то момент просто был нарушен режим эксперимента, то есть эти молоки, они хранились какое-то время, в общем-то, при комнатной температуре. Так вышло. Так бывает. Потом их, ну, что, видимо, не пропадало, все-таки добавили в среду и получили активный рост. Дело в том, что до этого, когда молоки сельди хранились при температуре холодильника, эффект вроде как бы был, но вроде как-то и не было. То есть не было совершенно точного, да, определенного эффекта, который можно было публиковать. Вот. А тут вдруг у них начался такой взрывной рост. И это было большой успех. Естественно, они просились выделять компоненты, они его выделили. Вот. Они его выделили. самое смешное, да, то, что выделенный компонент на самом деле в растении не синтезируется. То есть он является, в принципе, искусственным аналогом цитокининов. Почему эти гормоны назвали цитокинины, я думаю, понятно, потому что первое, что было замечено, то, что они стимулируют клеточное деление. Поэтому вот цитокинез. Вот это историческая фотография из статьи, опубликованной Миллером и Скугом. Собственно, мы видим, вот кинетин, это как раз тот самый искусственный цитокинин. Вот его мало, да, вообще ноль, да, вот калусы с ИУКом. Индолилтриукс на кислота 2 мг на литр. Ну так, что-то происходит непонятное, ни рыб, ни мяса. Значит, дальше увеличиваем концентрацию, тут его мало достаточно, да, ИУК, видим корнеобразование. При следующей концентрации калусы растут, но не хотят дифференцироваться в какую-то сторону, так сказать, остаются в состоянии калусов, да, вот. И, наконец, еще более высокой концентрации начинается гемогенез или побег образования. Вот такой вот успех они получили с кинетином, вот его. Давайте посмотрим на химическую структуру цитокинина, в том числе этого самого кинетина. Значит, что мы видим? Мы видим, что они все являются производными аденина, так или иначе, вот, аденин, плюс еще что-то, что-то, что присоединяется вот к этому атому азота, да, по шестому атому. Чаще всего, если мы будем брать природные цитокинины, то это какой-то изопреноид, в чем, производная изопрена, коротенькая, да, вот, собственно, есть точнее, ну, собственно, это диметилалилтифосфат, который присоединяется к этой молекуле и становится вот таким хвостом. Этот хвост может содержать вашу группу, он может быть восстановлен, как мы видим, да, дигидрозиатин. Ну, и в редких случаях, ну, это, на самом деле, не самый распространенный цитокинин, ортотополин, может быть, фенольное кольцо. Что касается искусственных цитокининов, то там как раз разнообразие большое, главное, чтобы с рецептором связывалось, вот, динетиламинпурин, кинетин, мы видим, что тут другие, да, у них цепочки, и даже вот такая структура годится, тидиазурон, хотя она вообще не имеет, так сказать, традиционного адениного ядра. Ну, темнее работает, уже слава Богу. Значит, как я уже сказала, для того, чтобы получить цитокинины, нужны изоприноиды. Вот, собственно, красненьким выделен изопрен, да, и еще два фосфата. Это один из изомеров. Собственно, именно он как раз используется для синтеза цитокининов. Вот, нужно вот такое производное, а также нужно, что? Нужно либо АТФ или АДФ. Ну, в редких случаях, если мы имеем дело с ктериями или в редких случаях в растениях, нужно АМФ. Вот такой, на самом деле, удобный достаточно синтез. Значит, берем АТФ или АДФ, которые всегда есть, так или иначе, в каком-то количестве, и берем вот этот диметилалил и фосфат. Откуда он берется? А он может браться из разных мест. Как минимум два, вот, так сказать, два есть источника. Первый источник это пластидный биосинтез, то есть, поскольку в пластидах вообще идут изоприноидные биосинтезы, это традиционная вещь, каротиноид, образуются, гормоны другие, многие на основе изоприноидов. Вот, может оттуда браться, да, это вариант номер один. А вариант второй, и почему я его вместе так объединила, потому что там синтез одинаково идёт, второй путь это исцитозоля или митохондрий. Вот, такой есть вариант. Ну, хорошо, откуда бы он не взялся, он взялся. Дальше мы имеем дело либо с АТФ, либо с АДФ, вот, и надо посадить сначала вот этот, так сказать, изоприноидный хвост на молекулу, значит, на аденин. Для этого нужна изопентенил трансфераза, да, трансферазы, их много разных, вот этих, они там в разных органах разные, опять же, экспрессируются, вот, но они сажают вот этот хвост на этот атом азота. А что дальше? Дальше зависит от того, какой мы цитокенин получаем. Вот здесь нарисован более сложный биосинтез для получения трансзиотина с гидроксилом, который, да, но, что он тоже не очень много стадий включает в себя. Дальше, вот этот хвост, да, в него нужно гидроксил ввести, для этого пользуется цитохром P450 моноксигеназа, такой класс ферментов, с которым мы постоянно будем сталкиваться в биосинтезах. Вот, она же трансгидроксилаз, вот она ОАЖ здесь, собственно, нам делает, получается либо зиатин-3 фосфат, да, либо зиатин-дифосфат, в зависимости от того, что у нас исходно было, ТФ или АДФ. А вот дальше мы видим, как бы, развилку. Дело в том, что раньше думали, считали, что сначала там постепенно откусывается, вот откусывается фосфат, да, получился монофосфат, потом откусывается, он совсем фосфат, да, получается без фосфата, трансгидроксилаз, и уже потом откусывается рибоза, и получается трансгидроксилаз, что вот такое последовательное откусывание происходит. Но относительно недавно было выяснено, что есть такие вот ферменты, продукты логгенов, которые на самом деле обходят эту стадию, они берут сразу вот, да, рибозит, у которого один фосфат, да, монофосфат, и сразу же откусывают у него эту рибозу вместе с фосфатом, всё, сразу полностью, рибоз 5 фосфат уходит, и остается трансзиатин. Такой, и судя по анализу мутантов, работает, похоже, именно этот путь в основном, преимущественно, именно он. Хорошо, давайте ещё раз посмотрим на биосинтез. Я сказала вот на предыдущем слайде, что мы смотрим на более сложный вариант биосинтеза. Значит, почему? Потому что, смотрите, ещё раз, диметилолилдифосфат плюс либо АТФ, либо АДФ, ну, или в редких случаях АМО, да, перенесли вот этот вот, изоприноидный хвост. Вот, получили дальше молекулы уже с хвостом, которые надо либо окислить, как мы на предыдущем слайде окисляли, либо, если нам нужен не трансзиатин, а нам нужен, например, просто изопентениладенин, вот, без гидроксила, тогда и не надо ничего окислять, всё, надо у него убрать, так сказать, рибос-5-фосфат и всё, и всё будет хорошо, вот, собственно, он сначала фосфат, и так, последовательно убирает, дальше, лог, вот эти вот продукты, лог-генов убирают, рибос-5-фосфат, и остаётся аденинчик с хвостом, собственно, изопентениладенин, сам простейший вариант, если надо окислять, да, окей, окисляем, и после этого убираем уже, да, ненужные части, получили трансзиатин, ну, можно ещё усложнить, получили, если надо восстановить, да, вот эта вот связь двойная восстановлена, хорошо, восстановили, получили, дальше убрали ненужные, получили ди-гидро-зиатин, да, ну, и, наконец, утрозовым выделен минорный такой путь альтернативный, дело в том, что, действительно, цитокинейны могут браться просто из РНК, транспортной РНК, здесь происходит её пренелирование, ой, извините, это я перелеснула, происходит её пренелирование, то есть, на неё посадили этот хвост, так, кто-то пишет вопрос, азиатин, да, азиатин выделили из кукурузы, да, зе, однозначно, не сказала я, но это так, вот, произошло пренелирование, дальше откусили, опять же, ненужное, получили циззиатин, вот, вот этот циззиатин, он может получаться только минорным путём, только, вот тран, и получается именно циззиатин, да, видно, что вот тут транзиатин, у него вот так ваш смотрит, вот, вот, собственно, положение, а вот циззиатин, вот видно, что он, ну, в циз, да, как бы, получается, в циз-форме, здесь трансформа, здесь циз-форма, вот, только так он и возникает, то есть, что нам это говорит, вообще, разнообразие цитокининов чуть-чуть побольше, да, чем ауксинов, говорит нам о том, что для них разные, немножко, пути, естественно, биосинтеза, и растение, как мы увидим, может различать, на самом деле, разные формы цитокининов. Значит, немножечко о ферментах, ещё раз, вот этот цитохром P735A, это ЦИП 735A, это ген, так называется, да, сам фермент, этот цитохром P450, монооксигеназа, он гидроксилаза, вот он вводит гидроксил. Значит, есть в орбидоксисном геноме 2 таких гена, да, вот, и я хочу обратить, исключительно обратить ваше внимание на то, что он экспрессируется, этот фермент, именно в корнях, то есть, корневые цитокинины, они будут содержать вот эту H-группу, и если в цитокинине есть H-группа, то он корневой, скажем так-то, не может быть побегового происхождения, это важно. И они производят как раз трансзиатин на экспорт другие органы. Так, значит, дальше, вот еще интересные, собственно говоря, участники, это лог, вот эти гены, которые называются, имеют название лонгли гай, да, одинокий, такой, ковпой. Почему он такой одинокий? ну, это рис, найдено было у риса, вот, вот дикий тип, как все должно быть, вот это тычинки, да, ст обозначены, вот это слабое проявление этой мутации лонгли гай, а вот это вот сильное, да, для проявления, сильный аллели. То есть, понятно, почему так, то есть, здесь видно, что не синтезируются цитокенины толком, и еще они очень низкие, то есть, не только на, именно вот на генеративные органы влияют, они еще и низенькие, очень так, то есть, отсутствие вот этой функции лог-генов, конечно, сильно влияет, что говорит о том, что этот путь, видимо, действительно магистральный, основной, да, вот он, как раз, вот, собственно, что за продукт этих лог-генов может быть интересно, это фосфорибогидролаз, ну, собственно, который как раз откусывает рибосклитфосфат, вот, но теперь немножечко о метаболизме цитокенинового, значит, метаболизм цитокениновый тоже, включая в себя конюгацию, да, вот, и окисление, причем конюгация может быть, опять же, разная, вот бывает и англикозилирование, да, то есть сахара по азоту, да, это необратимое глюкозилирование, по сути, ну, по сути, как вывод полностью из игры, да, цитокенина в данном случае, и может быть, окисление, может быть, и может быть, оглюкозилирование, которое обратимо, и депонир, депонируются такие, глюкозиды, оглюкозиды в уколе, много там может накапливаться, ну, и цитокенина оксидаза, фатозависимые аминооксидазы, которые просто, укисление, да, причем они хорошо довольно разваливают молекулу на аденин и 3-метил-2-бутиналь, то есть на хвостик, понятно, вот такая вот история с ними, ну, можно видеть фенотипы, да, смотрите, это 35С, АТ, то есть арабидолопсисная дастокенина оксидаза, то есть здесь экспрессия этого гена находится под конститутивным промоутером, то есть этого гена, продукта этого гена будет очень немного, он будет постоянно шпарить и шпарить и шпарить и синтезировать вот этот белок. Ну, мы видим, розетка маленькая, растение не совсем там приземистое, да, это разные аллеи, то есть кто-то посильнее, кто-то послабее. И меристема, вот, пожалуйста, побеговая меристема как выглядит, да, у дикого типа и у вот этого АТ-циткининоксидаза, да, 35С, это если много, да, синтезируется циткининоксидаза, ну, совсем вот маленькая такая несчастная меристемка. Но поскольку фенотип, конечно, лучше виден именно здесь. Вот. Так, что у нас со временем? Нам никакие там перерывы не надо делать? Как, товарищи? Ну, давайте так, если пять человек в чате напишут, что им нужен перерыв, то сделаем. Давайте. Так, а я чат опять не вижу. еще там был вопрос все-таки еще раз сказать, почему при стебле, при избегании тени накопление ауксина стимулирует рост, а потому что в форме получается накопление ауксина ингибирует рост. Я могу сказать следующую вещь, что, во-первых, да, если, как это сказать, формально подходить, рассматривать, то мы должны обязательно знать, о какой концентрации мы говорим, что концентрация при избегании тени может быть ниже, чем концентрация, грубо говоря, которая в корнях там скапливается. Но доподлинно известно, что концентрация примерно 10 минус 6 микромоль, извините, 10 минус 6 моль, ну, в общем, микромолярные концентрации образуются при гравии стимуляции как в побеге, так и в корне, то есть на нижней стороне там она сравнима, эта концентрация. Одного порядка, только этот порядок в корне уже ингибирует, а побег все еще стимулирует. Просто в силу того, что чувствительность к ауксину у побега корней разная, ну, как можно это выразить? Ну, представьте себе, что, да, ситуация, когда у вас один, ну, условно говоря, один рецептор на клетку или 10 рецепторов на клетку, да, то есть понятно, как будет отличаться уровень сигнала. Да, и у вас пришло 10 молекул ауксина в клетку, где 10, рецепторов, и в клетку, где один рецептор, там, где 10 рецепторов, уровень ответа будет равен 10, да, там, где один рецептор, будет уровень в каждый момент времени равен, понятно, одному, да. Понятно. Сейчас, но на самом деле, во-первых, что-то пока мало голосов за перерыв, вот, а второе, на самом деле, хочется, ну, составить такую, такую шкалу, да, вот для каждой ткани приблизительно, что будет при возрастании концентрации ауксина, да, то есть сначала кислород, потом, и потом, значит, этиленовые ответы, отсутствие роста, положим, для корня, и то же самое сделать для разных тканей, а такого еще... Я могу сказать, как это сказать, что биотест, да, такая вещь, как биотест, она делалась многократно и для разных объектов, и студенты у нас ее делают, и, там, грубо говоря, мы, это-то мы наблюдаем, как различаются ответы, гиппокотили и корни, да, на разных концентрациях, но до сих пор нет очень важной работы, которая показывает, дает оценку, хотелось бы, как можно, конечно, точнее оценку количества рецепторов на клетку в разных органах, оценку экспрессии тех же ферментов отчислительной деградации и ферментов, участвующих в конъюгации, но трудность заключается еще в том, что, например, оценка ферментов, которые делают конъюгацию, да, то есть выводят ауксин из игры, эти ферменты пересекаются, например, с жасмонатным, собственно, с теми, ну, собственно, они же играют роль в конъюгации жасмонатов, вот, что я хотела сказать, поэтому они могут, ну, как бы, не отражать точно истинное положение дела того, что вот сколько там может уходить в конъюгацию, например. К сожалению, таких оценок широкомасштабных пока так до сих пор нет, но вот это очень ожидаемо, как бы, это очень нужно, я бы сказала, всем исследователям, кто работает в этой области, вот, так что как-то так, а биотесты есть, конечно, но там же нужно учитывать параметры транспорт, деградация, конъюгация и эндогенное, эндогенное содержание исходно-ауксинов, да, в тканях, вот, потому что мы, например, даем какую-то констрацию в чашке Петре, да, там сколько-то ее всосалось, сколько-то там еще какой-то процент транспортировался, но он наложился на то, что есть там в том же самом гиппокоте, или корни, вот такая вот история непростая получается. Вот. Так, ну, что-то трем человекам нужен перерыв, ну, не знаю, вот. Ну, я в этом плане, понятно, я-то могу читать и два, и три часа, как бы у меня вообще без разницы. Ну, я прямо в нерешительстве. Я бы не делала, потому что у нас уже как бы кого-то, наверное, кому-то надо будет в шесть, там, шесть с копейками бежать, а я хочу дочитать до того же момента, что и в среду. Ну, ну, ладно. Я буду считать на эту нашу беседу перерывом. Да, давайте это считать перерывом, а я вам лучше дальше буду рассказывать. Если что, прерывайте. Итак, про транспорт немножко поподробнее, чем в среду. О, еще что-то пишет. Да, давайте без перерыва. Отлично. Ближний транспорт осуществляет как вносящие, так и выносящие транспортирования, я скажу сейчас, да, ниже. И дальний транспорт идет по проводящей системе либо в форме предшественников, то есть в форме обычно рибозидов, либо в свободной форме. Так, ой, там сообщение, а я не... Сейчас... О, что же такое? Это все при перерыве, все, давайте я его завязываю. мне очень трудно из почему-то вот этого режима демонстрации экрана тыкать в чат. Видимо, это зум какой-то. Так, значит, и в загрузке гормонов в проводящую систему также участвуют транспортеры, да, то есть тут получается, что они тоже играют роль. Так. Итак, вот вносящие транспортеры цитокенинов, они все неспецифичны. Это семейство ПАП, Пурин Пермиаз, это семейство Энд, да, Эквилибритив, нуклеозид транспортеры. Они могут транспортировать другие нуклеозиды, диадонозин, пожалуйста, уредин, репозиды, ПАП могут кофеин транспортировать, ну, в том числе вот эти токенины. Вот вам тут представлены ткани специфической экспрессии Энд, да, то есть видно, где они, ну, везде более-менее они встречаются. В основном, как мы видим, по проводящей системе. И выносящие транспортеры, это уже, смотрите, транспорт немножечко другого типа, то есть там были пермиазы, там была облегченная диффузия, то здесь, да, здесь уже будет энергозависимый транспорт, это наши старые знакомые ABC, пилки, да, ABC нам встречались в ауксинах, выносящие, такие, как бы, ну, минорные, можно сказать, транспортеры, и здесь тоже ABC, только другого подкласса, там был подкласс B, а здесь подкласс G, ABCG, 14, выносящий транспортер, он важен, значит, так, он использует энергию АТФ для выноса, и, то есть, первично активный транспорт осуществляет, если мы сделаем мутант, да, вот это орбидолопсис, ABCG, 14, это один аллель, это другой аллель, да, видим, что растения коротенькие, вот они, и количество сосудистых пучков, у них тоже проводящих пучков меньше, а также, смотрите, что эти ABCG необходимы для транспорта циткининов из корней, вот, собственно говоря, вот, они необходимы для транспорта циткининов именно из корней туда наверх, значит, дальний транспорт, как я уже говорила, при помощи осуществляется, проводясь системы и транспортеров для загрузки, причем, что важно, смотрите, трансзиатин и транзиатин репозит и происходит только из корней, потому что только в корнях работает цитохром P450-моноксигеназ, вот это ЦИП-735А, да, только в корнях, и если он наверх попал, значит, он корневой, а вот цизиатин и из бентиниладенин могут быть уже другого происхождения, то есть, да, попекового. Так, зачитайте мне, пожалуйста, вопрос, не могу я этот, кто-то пишет. Нет пока вопросов, либо это персонально тебе, это не общий чат. Ладно, проехали. Так, пока проехали тогда. Итак, рецепция, теперь и передача сигнала. Значит, если помните, в тесте была страшная двухкомпонентная система передачи сигнала. Значит, дело в том, что это как раз она. Она функционирует вообще-то у бактерий. Вот, и устроена крайне просто. Там есть два компонента, два белка. Первый это киназа, она же сенсорная, да, то есть, она играет роль рецептора. Вот у неё этот жёлтенький блок input, это как раз рецепторная часть, и она может фосфорилировать другой белок, вот, который является, вот он, респонс-регулятор, да, регулятор ответа. У него есть домен, который принимает фосфат, и у него есть вот этот output, это ДНК, связывающий домен, то есть, он садится этим доменом на ДНК и регулирует, да, активирует экспрессию каких-то генов. Ну, у растений всё посложнее. У них похоже, у них гомологично вот эти вот цитокининовые вся система передачи сигналов, гомологично вот этой бактериальной. Есть большая гомология, но она уже не двухкомпонентная, она уже трёхкомпонентная. Значит, даже её называют систему фосфорелия, то есть, что фосфат передаётся последовательно. Ну, то же самое мы видим, те же самые блоки, но, смотрите, ресиверный домен зелёненький, да, из второго белка, он оказался слит с кеназой, да, она гибридная теперь, гистиденкиназа, у неё происходит перенос фосфата с одного домена на другой, внутри одного белка, да, а теперь для того, чтобы добраться до регулятора ответа, регулятор ответа должен в ядре, естественно, обретаться, да, он там, там же, где ДНК, к нему нужно фосфат притащить, а кто к нему притащит фосфат? К нему притащит фосфат гистидинфосфотрансмиттера или по-русски, да, гистидинфосфопереносящий белки, вот, H, значит, фосфат передаётся на них, а они циркулируют между ядром, да, эцитозоли, у них вот такое, какое-то равновесное состояние, и они передают на уже регулятор ответа. В принципе, простая система, да, и, как мы видим, в отличие от Ауксиновой, системы здесь везде знак плюс, то есть нету репрессоров, снятия, репрессии, да, есть немножечко другая игра, которую сейчас я расскажу. Значит, ещё раз, вот уже подробнее и в картинках, вот эти компоненты цепи передачи сигнал, вот у нас, вот есть рецептор, вот он, рецепторы называются А.H.K. Дело в том, что цитокининовые исследования, они, ну, на самом деле, вот эти компоненты были, наверное, первыми открыты среди всего гормонального сигналинга у растений, поэтому названы были, что называется, не мудрство лукава, орбитопсис хистидин кинейс, да, просто некая гистидин киназа, гистидин киназа орбитопсиса, вот, но потом бы оказалось, что их туча этих гистидин киназа, как бы да, вот, орбитопсис, гистидин киназа, вот они встроены, как было показано относительно недавно, на самом деле, и показано, кстати, у нас, в институте физиологии растений, что они встроены именно в мембрану ИПР, до этого были яростные баталии на тему того, что они встроены в ИПР или в плазматическую мембрану, все-таки ВПР, вот, вот этими, вот этот домен, чей домен, да, он пересекает дважды мембрану, вот эту вот мембрану, ВПР, дальше, а что дальше? А дальше, смотрит он в цитозоль, вот он смотрит в цитозоль, да, а дальше, собственно, есть орбитопсис, хистидин, фосфоотрансмиттер, да, орбитопсис, хистидин, фосфопереносящие белки, вот эти, второе, да, их, как мы видим, здесь 5 штук, в скобочках цифры, они указывают нам количество участников, да, сколько их таких, их 5 штук, вот, и есть среди них 6, о котором я скажу чуть-чуть позже, HP6, очень похоже на них, ну, немножко другой, вот, а дальше, вот они циркулируют между цитозолем и ядром, залезли в ядро, они должны профосфорилировать регулятор ответа, то есть транскрипционный фактор, ну, хорошо, и какие же они тут есть, а их есть, оказывается, два типа, тип А и тип Б, тип А, их 10 штук, а тип Б, их всего известно 11, и чем же они отличаются, тип Б, он как все нормальные транскрипционные факторы, имеют ДНК, связующий домен, то есть его фосфорилирует, он как этот, называется, солдат, пошел, связался, все, и экспрессия началась, а вот тип А, он фосфорилируется, но в ходе эволюции, ДНК, связующий домен, был утрачен, поэтому получается, что функцию свою, они не могут выполнять, зато они могут выполнять функцию снижения, уровня сигнала, ну, конечно, они часть фосфатов перехватывают, то же самое делает HP6, HP6 тоже в ходе эволюции утратил очень важную способность, он утратил способность отдавать кому-то фосфат, то есть он не утратил способность принимать фосфат, а вот отдать он его уже никому не может, поэтому HP6 тоже участвует в снижении сигнала, так сказать, приглушении его, естественно, как и ARR типа А, так и HP6 являются шикарными способами регуляции цитокенинного сигнала, уровня цитокенинного сигнала, да, вот, в том числе другими гормональными системами, то есть можете себе представить, что среди генов первичного или вторичного ответа, например, там, того же, ауксина, могут быть как раз вот эти компоненты, и так, теперь немножечко про рецепторы, значит, их известно, собственно, это HK2, HK3 и HK4, но HK4, к сожалению, их много раз, в общем, переназывали, переоткрывали, получилось так, что у HK4 есть целых еще два названия, это криадин и вол, вот, ну, здесь на этом слайде конкретно криадин, здесь показано, смотрите, собственно, это блод, который нам демонстрирует, где этого самого HK больше, да, вот листья, корни, цветки, стручки, ну, здесь белка вот этого, да, его больше существенно, белка, извините, гена, углеклиновой числоты, вот, существенно больше, чем, например, у других, то есть у него вот такая, получается, да, у HK3, например, вот, а криадин в листьях отсутствует, зато в корнях его больше всего, то есть видно, что есть некая вот такая специализация, ну, вот тоже криадин газ, это окрашивание, ну, ну, как, в принципе, как ту же роль, что и GFP выполняет, как бы маркирует, только уже это не на живом растении, а его приходится фиксировать, она нам дает представление о том, где этот ген экспрессируется, да, в данном случае мы видим, что он вот в корнях почти целиком, вот, а HK3, вот, смотрите, он очень хорошо в листьях, ну, в корнях, как бы, ну, он тоже есть в корнях, да, в меньшей степени, HK2 не имеет какого-то такого прям специфического, да, вот, листья корня и цветки, так, примерно на одном уровне, вот, то есть, у нас получается, что у нас про корни, можно сказать, еще раз напоминаю, что в корнях, только в корнях образуется трансзиатин, потому что там есть гидроксилирование, при помощи вот этого фермента, да, цитохром по H350 монооксигеназу, он поднимается туда, наверх, там он встречается с рецептором HK3, который, как показано, имеет большее сродство к трансзиатину, чем к цизиатину и изопентениладенину, то есть, товарищем побегового происхождения, а это означает, что HK3 может распознать корневые цитокенины, как сигнал из корней, а изопентениладенин спускается вниз и сродство к нему выше у HK4, то есть, у Криадин и Вуденлег. Ну вот он, как раз, Криадин и Вуденлег, он же HK4, да, наиболее тканеспецифичные, действительно, и органоспецифичные. Показано, почему он Вуденлег, этот фенотип. Вот вообще, во-первых, вот он сам по себе, вот он как выглядит, да, закрученный несчастный корень, Вуденлег один. А Вуден он Лег, потому что при этой мутации уменьшается количество слоев клеток в радиальной дифференцировке и не дифференцируется флоема, образуется, то есть, только ксилема есть. Вот. Уменьшается только ксилема, поэтому деревянная нога, да, скрипит деревянная нога. Ну и корень, корешок сам, конечно, будет меньше, то есть, в смысле, по толщине своей. Вот. Вообще, при низком уровне цитогенина в корешку или при невозможности его почувствовать, корешок будет, конечно, радиальная дифференцировка будет нарушена, не будет дифференцироваться флоема. Итак, давайте немножечко суммируем, как же может регулироваться цитогениновый сигнал. Во-первых, это HK4 в отсутствии цитогенина может работать, как фосфатаза, то есть, снижать уровень сигнала, то есть, если есть HP, профосфорилированные ранее, они не будут фосфорилированы, потому что их HK4 снизит. Дальше, через HP6 конкурентный, да, вот этот фосфотрансмиттер или фосфопереносящий белок, который может регулироваться, да, его экспрессия может регулироваться другими системами гормональными. ARRA, которые фосфорилируются, но не связываются с ДНК. Ну и цитогениноксидазы, да, их экспрессия тоже под контролем находится. Вот, и, кстати говоря, она активируется в ответ на цитогенин, то есть, при прохождении цитогенинного сигнала количество цитогенина начинает автоматически снижаться. Вот такая вот тоже красивая вещь. Это, конечно, не вся регуляция, все я, ну там еще больше, на самом деле, вот, боюсь, мы ограничены форматом нашим повременным. Вот, теперь карта эффектов. На ней довольно много всего умеет, как я уже говорила, часто компаньонами являются ауксинов, значит, помимо деления клеток, как мы уже говорили, они также принимают участие в развитии генеции женского кометофита, вот, вместе с ауксинами регулируют размер семян, участвуют в развитии зародышевом бригинезе, закладку пучков комбе регулируют, и важны вместе с ауксинами для марфокинеза клеток эпидермиса. Это красивый сюжет, но я, к сожалению, тоже не могу в силу времени сюда включить, но дело в том, что эпидермис листа образует паркет, и паркет из таких извилистых клеток, которые входят друг в друга такими лопастями, вот так вот, как я показываю. И образование этих лопастей находится под контролем ауксинов и циткинов, поскольку ауксины важны для того, чтобы правильно растягивалась клеточная стенка и формировались в нужных местах лопасти и выросты. Циткини опять же для регуляции деления, а также как выяснилось, для инкибирующего действия на цепочку ауксинового сигналинга. То есть где-то желобость должна быть, где-то должна быть, где-то оказывается впадина. Они там вместе вот это размечают. А что будет, если паркет будет не лопастной, а таким просто ровненьким? Казалось бы, ну подумаешь, ну ровный. Оказывается, форма листа от этого сильно страдает, то есть лист начинает вот так вот скручиваться, его корежит, то есть они такие совершенно монструозные, перекрученные листья получаются, не держат нормальную форму. Это без того, что если у них не образуются лопасти впадины, то есть клеточки все такие, ну как шестиугольники вот у мутанта, то его начинают корежить. Что касается корневой системы, рост главного корня, ингибирование, развитие боковых корней, да, ну в основном влияет на деление и стимулирует образование клубников и стимулирует поглощение минеральных веществ. И кроме этого, передает сигнал наверх о том, что азот, например, доступен, то есть поступление трансзиотина это сигнал о доступности азота. Вот, это важно очень-очень для растения, понятное дело, потому что регулирует фотосинтетическую функцию. Это наверху уже дифференцировка хлоропластов, пробуждение спящих почек, ну и развитие флоемы, конечно же. Вот такая карта, да, карту мы посмотрели, теперь мы по некоторым функциям пройдемся. Во-первых, да, киннин стимулирует деление клеток и влияет он на клеточный цикл, влияет он положительно влияет на экспрессию циклинов, в то время как ауксины стимулируют экспрессию циклинзависим киназ для прохождения контрольных точек клеточного цикла, контрольные точки это границы между G1 и S фазой и G2 и M, да, метозом, ну, по умолчанию, да, метозом. Вот, в этих точках нужны, нужно образование довольно сложных комплексов, включающих в себя ациклин, циклины и циклинзависим и киназы и на самом деле еще много других факторов, но вот как раз на них влияют, получается, ауксины и цитокинины вместе. Так что неправильно считать, например, что ауксины это за растяжение, а цитокинины это за деление, потому что вот тут они вместе действуют. Дальше, а вот цитокинины играет роль в дифференцировке проводящих тканей. Вот, опять же, фенотип Гуден-Лэг-Мутанта, да, у которого просто, ну, в отсутствии цитокинина в прокамбе в итоге весь дифференцировался в протоксилему, не заложилось протоксилема. Вот, через что это получается, вот эта регуляция дифференцировки прокамбиальная, так, клетка, как бы имеет выбор стать, ну, дать дочернюю клетку будущую флоемную, да, или ксилемную. Вот, оказывается, что HP6, да, здесь подавляет это, как раз этот процесс, но цитокинины, в свою очередь, снижают уровень HP6, вот, и таким образом ингибируют в развитии протоксилемы. Вот, вот такая вот картинка. И мы, давайте посмотрим, вот здесь поподробнее на то, как происходит эта закладка в корне, какие участники уже нам известны из биосинтеза, из передачи сигнала, какие же участники там играют роль. Вот вам совершенно конкретный пример, как работает ближний, вот этот цитокининовый сигнал, дифференцировки зародышу корешка. Вот у нас это, видите, довольно рано, это у нас стадия глобалы, вот этот паттернинг, да, то есть на стадии сердца уже начинается дифференцировка, да, на прокамбии и протоксилемы, естественно, никакой протоксилемы еще нету, на этих стадиях вообще вот эброгенезии нет. Пока только прокамбия и протоксилемы, мы видим, как она размечается, размечается у робидопсиса очень, он очень простой, сам по себе, по своему устройству, у него один лучик размечается, да, вот, и два острова прокамбия. Как же это происходит? Происходит это следующим образом, значит, смотрите, есть вот этот луч, в нем, если начинается, собственно, дифференциальная ауксиновая сигналь, он в нем начинается через специальное АРФ, один из АРФ, который называется Моноптерос, ну, у него тоже есть номер, он, в принципе, Моноптерос. Этот Моноптерос, у него есть его мишень, таргетов Моноптерос, и этот таргетов Моноптерос, он стимулирует экспрессию никого иного, как ЛОК-4, да, ЛОК-гены. А ЛОК-4, естественно, дает нам синтез цитокининов, то есть там, где есть ауксин, вот в этом луче, там, где идет ауксиновый сигналинг, да, а там синтезируются цитокинины, цитокинины, естественно, поступают в окружающие клетки. Значит, ну, там, где есть вот этот ауксиновый сигнал, в этом луче, нет сигналинга цитокининового. Значит, если мы здесь посмотрим, да, ЛОК-гены синтезируют нам цитокинины, цитокинины поступают в соседние клетки, но HP, уровень HP-6 при этом высок, и цитокининового ответа нет. То есть, понятно, что здесь дифференцировка не может пойти по другому пути, здесь будет протоксилема. Дальше, в соседней клетке, вот эта вот ближайшая клетка от вот этого протоксилемного луча. Цитокинины там не синтезируются, но они туда поступают, да, они туда поступают, и там есть цитокининовый ответ, потому что HP-6, там, их меньше, да, HP-6 на самом деле еще находится под контролем ауксина, вот в протоксиленном луче, здесь просто не нарисовано, вот, а здесь, этого контроля нет, и как бы, да, поэтому здесь идет цитокининовый сигналинг. В свою очередь, цитокининовый сигналинг, он подавляет, вот, ПАД, это полярный транспорт ауксина, да, полярно-ауксиновый транспорт, подавляет полярный транспорт ауксина, и это означает, что вот здесь, вот на границе этих клеток, да, не происходит вот этого транспорта ауксина, и ауксин сдерживается, остается вот в этой области, вот в этой, да, в области этого луча, но были компьютерные симуляции на эту тему, они здесь, вот на этом слайде тоже представлены, собственно, они вот дают, вот, начиная, как бы, с вот такой стадии, да, инициальной, где начинается сток ауксиновый сигналинг, там формируется вот такой вот, собственно, области ауксинового и цитокининого, близлежащий, да, и области, которые далеки, так сказать, оказываются удаленные уже от протоксилемы, в них нету, соответственно, вот этого цитокининого ответа, и, ну, то есть, не дифференцируются эти ткани, да, вот, по этому принципу. Такая вот возникает картинка. Так, ну что, давайте дальше, как, если есть вопросы, задавайте по предыдущим, вот, или пойдем дальше, давайте пойдем тогда дальше. А дальше, собственно, еще одна важная функция, это дифференцировка хлоропластов, цитокинины, да, влияют на фотосинтетическую функцию положительно, они вызывают синтез хлорофила, синтез белков фотосистем, сплайсинг хлоропластной РНК, то есть, они вот нужны для того, чтобы превратить пропластиды в пластины. Кроме того, они нужны для стимуляции деления самих хлоропластов. Вот это вот тоже второй момент интересный. Теперь закладка боковых корней. Оказывается, да, ну, я говорила, что ауксины стимулируют закладку боковых корней, а вот циткинины, наоборот, ее подавляют. Каким образом? Ну, как они устраивают эндоцитоз пинов и отправку пинов в литические вакуоли. Вот. И благодаря этому, кстати говоря, область бокового корешка оказывается маленькой, да, то есть, там вот, где вот, вот клетка, клетка перицикла, с ауксидовым сигналингом, мощным, вот там, как бы, происходит образование бокового корня, а уже соседние клетки, они как раз, обычно, это дело, в них не происходит, этот контур. Вот. Ну, и опять же, повышение уровня цитокининов вызывает вот такой эффект, что закладка боковых корней снижается. Вот. Их становится меньше. Ну, здесь что? Здесь просто показано, как, например, вот, еще это происходит. Ой, извините, что там, где есть ауксидовый сигналинг, там происходит экспрессия HP6, HP6, как мы помним, да, такой конкурентный, как бы, конкурент, который снижает все-таки ниновый сигнал. И вот мы видим, что при закладке вот этого бокового, вот он, этот боковой корешок, вот он, да, это все экспрессия HP6, то есть она там сильна, там цитокининовый сигнал приглушен, но зато закладывается боковой корень. вот. Теперь, кроме корней, да, влияют на побеги. Как? Они как раз стимулируют рост боковых побегов, и ведьмины метлы, известные такие, да, аномалии, которые вызываются, там, бактериями, практически грибами, например, да, которые синтезируют цитокинины, кстати говоря, ну, их легко синтезировать, в принципе, это транспортное рынок развалил, вот эти цитокинины. И поэтому получаются вот такие аномальные разрастания. Ну, и в принципе в растении, конечно же, они нужны для того, чтобы запустить ветвление, образование вот боковых побегов. Итого, конечно, можно себе представить, что ауксины вместе с цитокининами часто организуют такой неограниченный, как бы, рост, о котором я уже говорила, ну, конечно, неограниченного роста не будет, вот, в силу, понятной, нехватки все-таки ресурсов и других причин. Но зато ауксины с цитокининами, как я уже немножечко показывала на фотографии с Куга и Миллера, они важны для культивирования вот калусов в условиях инвитера. Что действительно, при низком уровне цитокининов и высоком ауксинов, особенно при использовании нук, возникает корнеобразование, тогда как более высокие концентрации цитокининов на низких ауксинах они вызывают образование побегов. И также это важно для микроклонального размножения инвитера, вообще говоря, очень гораздо легче становится и укоренять, и размножать вегетативное растение в таких вот условиях стерильных с использованием гормонов, потому что это дает довольно много технических преимуществ. Например, то, что площади нужны очень небольшие баночки, маленькие, и в них может образоваться довольно много микрофонов из собственного небольшого материала, мелких точек роста, например. отрогирующий эффект, как я уже говорила, тоже есть у цитокининов, и у цитокининов он хорошо, лучше, так сказать, изучен. Я к нему сразу перейду сейчас. Значит, сдерживают они отток углеводов, таким образом, но в некоторой степени сдерживают старение листа. Как же они это делают? Как задержать отток углеводов из листа? Ну, если вспомнить, основной транспортной формой является сахароза у большинства растений. По умолчанию есть, конечно, примеры. Другие у многих это сахароза. Вот она, это сахароза. Вот это у нас клетка мизофила, клетка флоемной паранхимы, это клетка спутница флоема. И вот идет загрузка, мы видим выгрузка через сахарозный желтенький выносящий транспортер выгрузка сахарозы и загрузка сахарозы идет через вносящий, аж плюс симпортер, вот, в симпорте с протоном туда. И дальше, понятно, флоема, и пошел под дальний транспорт отток пошел. Ну, это у нас сильный, да, донор хороший, это плохой донор, тут просто всего поменьше. Теперь представим себе, что добавили цитокинины. Вот, а цитокинины оказывается, активируют экспрессию попластной инвертазы, то есть ферменты, который, он будет локализован в попласти, а инвертаза расщепляет нам сахарозу, на глюкозу и фруктозу, да, делает такую реакцию. И после того, как она расщепит, естественно, никакие сахарозные, вносящие, вот эти красненькие транспортеры не могут эти молекулы туда отправить, потому что это уже теперь моносахариды, вообще, ни разу не сахароза, да. И параллельно цитокинины стимулируют экспрессию лексозных вносящих транспортеров, синие, вот они. То есть, что получается, просто эти углеводы возвращаются обратно. И все. Они, конечно, могут опять вынести встать желтые, но их инвертаза расщепит, а гексозный транспортеров вернет обратно. Вот и все. Ну, такая вот история получается. Очень как бы удобно. И они действительно будут сдерживать вот этот отток углеводов. То есть, цитокинины тоже, как ауксины, регулируют донорно-акцепторные функции в растениях. Итого мы, да, мы доскакали до слайда. Собственно, эту тему мы еще не начинали в среду, так что, наверное, здесь надо пока поставить точку. Вот. Вопросы я, может быть, немножко быстро рассказывала и гнала просто, чтобы успеть. Вот. Задавайте вопросы ваши. Я готова на них ответить. Ой, давайте я только выйду из презентации. Так. И вообще говоря, остановлю демонстрацию. Ну, вот. Собственно, так. Я услышал, что клубеньки стимулируются, а боковые корни покута удивительно, потому что клубеньки же ведь являются некими корнями. В чем же различие? Нет, ну, что значит, они находят, они могут находиться на боковых корнях, да, но клубеньки и боковые корни все-таки разные вещи. Просто это связано с тем, что они именно в закладке бокового корня, как я показала, да, через вот этот контур, они ингибируют за счет эндоцитоза пинов, они просто не дают там заложиться боковому корню из перицикла. Вот. А клубенек это клубенек, там же он по-другому образуется, у него все-таки вот. Вообще там есть учебники, в которых написано, что глубенек это такой специфический измененный именно боковой корень, да, если открыть тайца цайгера, там есть шикарная совершенно, я может быть ее к следующему разу впилю в презентацию, шикарная картинка, как образуется клубенек, там показано, что вот корневой волосок, да, что он закручивается вокруг, группа бактерий, там дальше, да, там это все сливается, там получается вот этот бактероид внутри, там шикарные красивые картинки, там, да, 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 это все-все-все-все очень красиво, но совсем другое, я же говорю, что если боковой корень берет начало изнутри, грубо говоря, да, все-таки, да, а это вот поверхность, я думаю, что это очень логичная вещь, потому что, как я буду говорить на следующей лекции, это все очень связано с азотным метаболизмом, да, то есть цитокинин это важный сигнал, сами являются для растения о доступности азота, о том, что там все хорошо с азотом, и они как бы поощряют азотный метаболизм, вот, так что точно так же, как стреколоктоны, например, очень связаны с метаболизмом фосфора, с поглощением фосфатов, вот, ацицокинина именно с азотом, так что как-то так. При всяком галообразовании получается, что там товарищи личинки и нематоды подделывают именно цитокинины? Да, я об этом расскажу в следующий раз, у меня про это есть даже красивые слайды. Цитокинины очень легко подделать, поэтому да, галлы, нематоды, некротрофтные грибы, которые синтезируют цитокинины. В общем, да, кто во что гораст. Ну, это удобно, у них отреагирующие эффекты есть, это удобная функция. А если говорить про традиционную агробактерию и ее родственников, там в плазмиде есть гены и биосинтезауксинов, и биосинтезауксинов сидят по такой кассете. Еще вопрос, ну, собственно, их два. Если они стимулируют деление этих самых хлоропластов и вообще там настолько большое значение имеют для всякой дифференцировки, то образуются ли они внутри хлоропластов или хлоропласты довольствуются только тем, что им клетка откуда-то поставляет? Нет, ну, хлоропласты, так сказать, могут, как я показывала, являться источником вот этого диментилалилдифосфата, да, это по одному из путей, но они не обязательно источники, то есть, в принципе, без них тоже можно. Синтез идет дальше в цитозоле, вот, то есть оставшиеся стадии происходят, только вот как бы, ну, собственно, они вот так с хлоропластами связаны. Вот, но мне кажется, что здесь, ну, хлоропласты все-таки гораздо меньше имеют автономности, здесь трудно их, наверное, все-таки обсуждать, как, что это их происхождение, не их происхождение. Вот, они все-таки всем этим сигналингом, да, ядерно-пластидным, они очень тесно завязаны на контроль ядра, и там, в общем, все порабущено, полный элотизм. А в культуре хлоропластов, он будет делиться без цитокининов? Будут ли делиться? Да, будут, на самом деле. Будут делиться без цитокининов, потому что, в принципе, у них для этого все есть, да. Своего рода до сих пор научной загадкой является синхронизация деления самой клетки, деления органелл, да, то есть, ну, это отдельный интересный вопрос, до конца неразрешенный. Вот, но цитокинины будут стимулировать, по крайней мере, это. Что? Сачем на работу, коронавирус. Коронавирус, 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 коронавирус. Сейчас, да, ну, хорошо. Вот, так что, ну, чего. Ага, Лен, и еще последний вопрос, при нормальном функционировании растения, там, при росте, как сказать, когда... Не могу придумать момента жизни растения, когда нужно активировать вот этот вот отток сахаров из листа в норме. О, элементарно. Да, листопад. Именно отток или задерживание. Вот, удерживание или отток, то есть, цитокинины, наоборот, удерживают их. Да, 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 наоборот, извините, пожалуйста, наоборот, удерживание оттока. Элементарно, молодой лист. Молодой лист, пока он не достиг примерно третьей. От своего конечной... От своей конечной площади, ну, так, в среднем, плюс-минут, да, он является мощным акцептором фотоассимиллятов и к нему, наоборот, да, все это... То есть, и к нему притекает, то есть, за счет, опять же, экспрессии, там, ну, понятно, транспортеров, носящих и выносящих сахарозных и прочих, да, и из него не... Вот. И это значит, что в нем что, в нем выше уровень цитокинина? Конечно, да, в нем цитокининов, на самом деле, довольно еще, еще до сих пор довольно много, вот. Вот. Ну, поскольку там, опять же, его рост происходит, хотя больше, конечно, рост растяжением там, но маргинальный миристема функционирует, он, и еще там делятся клетки. Вот. Цитокининов довольно много, вот, в них. В принципе, как раз, собственно, из-за пентениладенин в довольно большом количестве именно в листьях синтезируется, да, то есть в миристемах, конечно, тоже в побеговых есть, я этот сюжет просто не успела, как бы, по времени он не влез в лекцию, но он тоже есть, что и в побеговых миристеме тоже синтезируется, и важны очень цитокинины, то есть синтез есть, но и в молодых листьях, есть их, наверное, даже побольше, чем в самих милистемах, ну и в корнях, конечно, это понятно, что там, да, такое место основное. Вот. Так что, что вам еще рассказать, что пояснить. Вот, пожалуйста. Так что. Так. Так.